Узбекистан планирует контролировать проведение свадьб. В стране может появиться документ, который будет регулировать празднование свадебных торжеств и других мероприятий. Характер документа рекомендательный, цель снизить расточительство. Повлияет ли свод правил на решение и желания молодоженов и их родителей в следующем материале. Тема борьбы с расточительством на свадьбах одна из самых актуальных на сегодняшний день. Мнения разделяются. Одни считают, что пышная свадьба это древнейшая традиция и менять ее нельзя. Другие считают это пустой тратой денег. Далеко не секрет, что сегодня проведение мероприятий превращается в гонку и соперничество. Ради пышного празднества люди готовы даже брать неподъемные кредиты. Те, у кого финансы позволяют, проводят мероприятия в больших ресторанах. Их свадебные кортежи достигают 15 машин. У кого-то нет таких возможностей, но отставать от заданного тренда не хотят. А это говорит о том, что сегодня праздник превратился в соперничество. Люди берут большие кредиты. Поэтому считаю инициативу о борьбе с расточительством весьма правильной. Ряд министерств, ведомств, парламент, а также общественные организации взялись за разработку соответствующего документа в этом направлении после недавней критики президента Шавката Мирзиёева по поводу проведения пышных свадеб и посещения их чиновниками. Количество гостей на свадьбе не должно превышать теперь 150 человек, рекомендуется в документе. На некоторые свадьбы приглашают тысячу или даже полторы тысячи человек. Это уже неуправляемое мероприятие. Столько хлопот, большие казаны с пловом. Никто ведь не говорит, не делает свадьбы вовсе. Просто предлагают разумнее тратить деньги. Уменьшится количество машин свадебного кортежа. Это положительно повлияет и на безопасность на дороге, считают власти. Тем, у кого есть возможность тратить большие суммы на мероприятия, специалисты советуют задуматься о благотворительности. Документ в скором времени рассмотрят депутаты парламента. Инициатива сейчас объясняется народу. По мне так, это выгоднее для обеих сторон, и для жениха, и для невесты. Мероприятие закончится пораньше, а значит, молодежь не будет гулять на улице в позднее время. Это безопасность в первую очередь. Тема, конечно, спорная. Обсуждаться будет еще долго. Прислушаются ли люди к документу, если его все-таки одобрят – большой вопрос. Ясно одно – на бизнесе, в свадебной индустрии это не отразится положительно. Тем не менее, власти убеждают население, что документ несет благие намерения. Айдана Карибжанова, Канаджи Инспеков, Зафар Халилов, Хабар-24, Ташкент.